Здравствуйте! Вы смотрите Зелёную передачу. Приветствуем вас на первой неделе июля. Работы много. Сегодня в выпуске. Светлана Мартынова разъяснит, как выращивать крепкий и сочный дайкон. Татьяна Сунгурова начнёт укладку рулонного газона. Эвелина Очередная представит варианты замечательных миксбордеров. Надежда Черненко предупредит, как бороться с нашествием плодожорки. А Дмитрий Славгородский расскажет, как эффективно и по-современному можно переработать урожай. Мы продолжаем изучать агротехнику дайкона под чутким руководством Светланы Мартыновой, опытного садовода. Залог успеха в выращивании дайкона – правильно подготовленная почва. Для того, чтобы вот такая длина была в почве, необходимо, чтобы почва была глубоко оккультуренная, не кислая абсолютно. То есть реакция должна быть даже слабо щелочная больше подходит, чем слабо кислая. Обязательно должен присутствовать перегной, потому что только в рыхлой почве могут они расти. Если почва глинистая, то у вас получится дайкон, но будет либо уродливый, либо кривой, либо жесткий. Очень важен для дайкона хороший полив, и поливать нужно глубоко, воды не жалеть. Почему у людей получаются корявые дайконы? Очень просто объяснить. Льют из леечки сверху, 5 сантиметров максимум промочили слоя, а корень находится на глубине 20 сантиметров. Представьте себе, вода туда не попала, и начинаются такие вот неваляшки. Если поливы нерегулярные, что еще происходит? Внутри дайкона образуется волоконистость, и он становится, как переросший вид диска, жесткий и невкусный. Облегчить садоводам проблему полива дайкона поможет такой прием, как мульчирование. Мы уже с вами выясняли, чем и зачем мульчируются грядки. Под мульчой влага сохраняется долго, и поливы сокращаются. Дайкон – растение относительно холодостойкое. Он может переносить кратковременное понижение температуры. Но после заморозков они не погибают, но и не растут. Поэтому где-то в середине сентября я просто даже без дуг на дайкон и набрасываю кровной материал. И таким образом я держу до самой выкопки. Выкапываю, вот я где-то в первой декаде октября. После выкопки смойте землю с дайкона, но сильно не трите. Корнеплод с поврежденной кожицей плохо хранится. Я храню их в обыкновенных пакетах, длинных таких, из-под батонов. Закладываю, завязываю и поленицей в гараже на полку. По мере необходимости достаю, сколько мне нужно, приношу домой, держу в холодильнике. Ну вот в прошлом году последний дайкон мы съели за неделю до первого урожая редиски. Мы уверены, что вам непременно захочется вырастить сочный и полезный дайкон. Тем более, что время посева этого растения совсем близко. Следуйте советам Светланы Мартыновой. В прошлых выпусках мы изучили технологию создания посевного газона. Если у вас нет времени, а есть некоторые излишек денежных средств, то запросто можете позволить себе газон рулонный. Безусловно, он обойдется дороже, чем посевной. Зато и преимуществ у него немало. Главное, к эксплуатации ваша лужайка будет готова практически сразу же, если вы, конечно, правильно ваш рулонный газон уложите. Первый этап является подготовительным. Это уборка листвы и различных предметов, которые могут мешать укладке газона. Следующий этап – это подготовка основания под рулонный газон. Производится следующим образом. Там просеивается грунт, высыпается на ту территорию, где мы укладываем рулонный газон. И в данном случае мы распределяем слой земли где-то толщиной 1-2 см. Это будет основание под рулонный газон. После того, как мы насыпали грунт, разровняли его, следующий этап – это процесс укатывания. Процесс уплотнения почвы производится водоналивным катком. Это специальное приспособление в виде такой бочки металлической, куда наливается вода. Масса такого инструмента составляет более 50 кг. Этого веса достаточно для уплотнения грунта. Грунт уплотняется с целью того, чтобы не было продавливания почвы. Газон расстилается на подготовленную поверхность, укладывается плотно друг к другу. Технология рулонного газона позволяет в кратчайшие сроки сделать из голой земли зеленый ковер. Рулонный газон размера 40 см на 2. Площадь рулона составляет 0,8 квадратных метров. Рулоны состыковывают в шахматном порядке. Если обратить внимание на то, что вот здесь был стык, то теперь этот стык должен быть посередине следующего рулона. Раскладывается второй мат и очень плотно подбивается, прикладывается друг к другу. Сейчас дернина влажная и может быть такое, что если она пересохнет, швы могут разойтись и будут щели. Это основная грубая ошибка при укладке газона. Это несостыковка швов. И часто можно видеть именно такую картину, что уложенный газон ссыхается и образуются большие щели между ними. Щелей не должно быть. Укладка газона делается очень-очень плотная. И после этого происходит полив. После укладки газона опять вступает в бой водоналивной каток. Он уплотняет газон. Происходит процесс как бы прижимания дернины к существующему грунту. И в целом уже по такому газону можно ходить. Единственное, что он немножечко неопрятный. Но после полива и через несколько дней он уже будет зеленым и красивым. После укладки рулонного газона необходимо осуществлять полив. Это очень важное агротехническое мероприятие. Даже если у вас была влажная почва, влажные вы уложили рулоны. Полив газона обязателен. И первую неделю это даже не желаемая и рекомендуемая операция. А это очень важная и значимая операция для газона. Потому что если не будет влаги, то газон будет просто высыхать. Влага необходима для приживания корневой системы. И уже после недели полива необходимо переводить газон на режим полива, рекомендуемый для определенной территории. Если это тенистый участок, то поливать газон можно реже. Если это солнечно открытые территории, то количество поливов можно увеличивать. Полив рассчитывается индивидуально для каждой территории. По краю хорошего газона всегда уместно смотрится миксбордер. Грамотно составить композицию непрерывного цветения вам поможет наш консультант Эвелина Очередная. Эту тему с нашим консультантом по красоте Эвелиной Очередной можно обсуждать часами. Настолько она увлечена идеей создания цветников непрерывного цветения, так называемых миксбордеров. Это очень интересно и правильно с декоративной точки зрения. Собрать растения на участке так, чтобы они не смотрелись хаотично зелено-пестрой массой, а имели вид достойный и эффектный в любое время сезона. И не так уж и сложно сделать первый шаг навстречу идеальному миксбордеру. Первое. Вы должны перечислить хотя бы на бумажке ваши любимые растения. Эти любимые растения систематизировать по времени цветения. А потом приложите вот это количество растений, которое бы вы хотели, чтобы в вашем цветнике это было, на ту площадь, которую вы планируете засадить цветником. И вот тогда, тогда это будет у вас уже понятно, четко и грамотно. Значит, правило есть такое. Не менее пяти растений на квадратном метре. Так что ориентируйтесь в среднем на 50 растений, необходимых для цветника в 10 квадратных метров. Желательно, чтобы сидели они довольно плотно. Их кроны должны смыкаться. Конечно, вы можете ориентироваться и на более разреженную посадку, но зачастую смыкание крон – это не только красиво, но и удобно. Во-первых, это с точки зрения удобства для обработки, потому что под сомкнутыми кронами не растет трава. Удобнее, когда вот это все компактно растет, удобнее ухаживать за этим, за всем. Еще на стадии присмотра растений для миксбордера тщательно изучите вопрос максимальных размеров той или иной культуры. Эта информация вам пригодится, чтобы не пересаживать растения каждый сезон на новое место. И чтобы при размещении в группе одно растение не задавило и не перекрыло другое. И, наконец, уточните время цветения любимых цветочков. Потому это и цветник непрерывного цветения, что растения в нем, как артисты на концерте, выступают друг за другом в строго определенном порядке. Весной у нас цветут луковичные, которые вы посадили в августе. Затем у вас зацветают, допустим, флоксы шиловидные, спиреи серые, допустим, вангута. Затем следом за ними двигаются, как вот сейчас мы с вами наблюдаем, сейчас у нас цветение пионов. Затем за пионами у нас сейчас расцветают уже розы. За розами у нас двинутся уже флоксы и гортензии. Ну, и если люди любят лилии, то там лилии вклиниваются между ними. И вот, собственно, вот этот вот набор растений, которые нам необходимы. Но существуют и универсальные растения, способные заполнять собой незанятое пространство и выступать в качестве солиста в антракте между выступлениями звезд. Ну, о таких добросовестных трудягах поговорим в следующий раз. А заодно обсудим ошибки, с которыми может столкнуться любой садовод при создании миксбордера своей мечты. Знаете ли вы, что в тундре, несмотря на суровые климатические условия, обитает около 400 видов различных растений. В основном все они невысокие, а деревья и вовсе отсутствуют из-за вечной мерзлоты почвы. Также растения произрастают группами, чтобы защитить себя от сильного ветра. В садовый центр «Цветущая усадьба» все для прекрасного и урожайного сада. Саженцы плодовых и ягодных деревьев и кустарников, декоративные культуры, многолетние и однолетние цветущие растения. Наши консультанты всегда помогут грамотным советам. «Цветущая усадьба» Центральная 3Б и новый садовый центр в Южно-Уральске по адресу Троицкая, 9. Злостный вредитель плодовых, плодожорка, не щадит наших усилий и не церемонится с нашими урожаями. За сезон этот червячок способен уничтожить до 90% созревающих яблок и груш. Есть ли способ защитить урожай? Узнаем от Надежды Черненко. Мы уже предупреждали, что в этом сезоне садоводам стоит готовиться к активной борьбе с вредителями. Только мы обработали растения от тли, как уже вновь приходится браться за опрыскиватели. Например, для борьбы с галловым клещом. Конечно, обработку нужно проводить раньше, в момент набухания и распускания почек. Но если вы не успели, то это нужно сделать сейчас. Помните, что галловый клещ может быть побежден только если вы примените препараты системного действия, например, Актору. И работать нужно по листовой массе. Хотя бы вы, с одной стороны, обработали по листу груши раствором Акторы, например, Акторы, с соком растения, отравленным, попадет в желудочно-кишечный тракт галлового клеща, и он будет побежден. Может, не с первого раза, если запущен сад, то со второй, с третьей обработки вы избавитесь от галлового клеща. Яблони тоже требуют пристального внимания садоводов. Всем известная плодожорка может повторить опустошительное нашествие прошлого года. Конечно, мы боимся плодожорки на яблонях. Она в прошлом году, по-моему, 99,9% урожая себе приняла на грудь. Садоводы вынуждены закапывать червивые яблоки. Сейчас, когда закончилось цветение яблонь, самые поздние сорта яблонь уже отсвели, можно обработать против плодожорки, опять же, инсектицидом, препаратом, которому вы доверяете. Мы доверяем баковой смеси липидоцида с кинмиксом. Сроки для обработки яблонь от плодожорки – вопрос спорный. Наш консультант опирается исключительно на собственный опыт. Есть предположение, учеными и людьми высказанное, что надо ждать 20 дней после цветения яблонь. Мы три года применяем обработку сразу после цветения, и вроде как у нас плодожорка не была замечена. И урожаем мы в прошлом году собрали ни одного червивого яблока. Не стоит забывать о ягодных культурах. Вишня и слива также могут стать жертвой нападения вредителей. Обратите внимание на сливы и на вишни. Сливовый слоник и вишневый слоник. Если у вас точечка черная на плодах вишни и сливы, значит, эти растения уже поселились в вашем саду. С ними тоже нужно бороться было рано весной. Но если мы не успели, весна такая шальная, пришла очень рано, то это сделать не поздно и сейчас. Инсектицидам, которым вы доверяете, обработайте сад. Урожай надо спасать. Выбирая препараты для обработки растений, всегда читайте инструкцию и обращайте внимание на сроки ожидания. Если все защитные операции проведены вовремя, то вашему урожаю ничего не грозит. А это значит, что скоро нашим садоводам придется решать другую задачу – переработать яблоки, землянику, груши и другие дары сада. Наши консультанты опробовали методику переработки урожая в сушилках и готовы поделиться своим мнением и своими рецептами. И вот мы уже начинаем лакомиться сладкой ягодой-земляникой. Особо удачливые садоводы соберут невероятно богатый урожай, но его нужно еще и переработать. Желательно не просто сварить варенье, а, допустим, приготовить замечательное лакомство для детей – и сладкое, и полезное. Наш консультант Дмитрий Славгородский готов рассказать о варианте, которым он уже несколько лет пользуется. Урожай ягод, плодов, грибов и зелени перерабатывается в специальных сушилках. Они позволяют сушить не только какие-то яблоки, груши, то есть любые овощи и фрукты, которые у вас вырастают, но и готовить из них любые закуски, которые будут всегда кстати к праздничному и вообще к любому столу. Интересен принцип действия таких электросушилок. Они имеют особый способ обдува. То есть, если рассматривать обычные сушилки, которые есть на рынке, у них формула ткань немножко иная. Воздух подается в таких сушилках, значит, снизу вверх, и нижний лоток имеет самую высокую температуру, потому что там горячий воздух, и все последующие лотки остывают, соответственно. И для того, чтобы равномерность обеспечить, приходится менять поддоны местами. В этой же сушилке продуманная конструкция лотка. Здесь воздух подается по такому желобу по периметру и подается в каждую плоскость поддона. И получается, что просушивается равномерно все пять поддонов. Но помимо того, что здесь их пять в базовой комплектации, можно нарастить до 15 вот в этой модели. И высушивать за те же самые потраченные за электроэнергию деньги в три раза больше продукции. Электроэнергии сушилки потребляется всем немного, а в новых моделях в дополнение к базовой комплектации можно нарастить до 30 поддонов. Представьте, сколько урожая можно переработать. Примечательно, что запахи в устройстве не смешиваются, и вы сможете на одном уровне сушить яблоки, а на другом, допустим, перцы. В одной модели три уровня температурного режима, а в другой температуру можно задавать вручную. Эту особенность уже оценили приверженцы сыроедения и вегетарианцы, да и просто сторонники здорового питания. При относительно невысокой температуре в продукте, как известно, сохраняется максимальное количество витаминов. Кстати, о здоровом питании. Если вы не хотите пичкать своего ребенка покупными сладостями, то в сушилке можете приготовить вкусные и полезные конфеты, сделать цукаты из овощей и фруктов. Но особенно детям нравится пастила. Рецепты ее приготовления могут быть разнообразными. Узнаем один из самых простых. Ягоды закладываем в блендер. Для вязкости нужно обязательно добавить банан. Желательно, чтобы он был переспевший. И измельчаем все в пюре. По вкусу можно добавить сюда мед или сахар, а также орешки или цукаты. Сейчас полученную массу мы выливаем на лист для пастилы, предварительно смазанный маслом. Также вы можете приготовить пастилу из йогурта. Для этого нам потребуется йогурт двух сортов. Разливаем его на лист для пастилы в хаотичном порядке. Устраиваем творческий беспорядок. Выбираем нужный температурный режим и сушим пастилу до готовности. Обладатели таких сушилок не устают экспериментировать с новыми и новыми блюдами. Кто-то полюбил вялить здесь рыбу. Кому-то по нраву овощные чипсы. Быстро и просто здесь можно высушивать лекарственные травы и грибы. Грибы запросто преодолевают многие препятствия, такие как асфальт и бетон, на пути к свету. Тургерное давление в период роста достигает 7 атмосфер. Это столько же, сколько в шинах карьерного самосвала. Все для богатых и экологически чистых урожаев в магазинах «Плодородие». Биологические препараты, средства защиты растений от вредителей и болезней, современные системы полива, а также электрические сушилки и дидри для переработки овощей, ягод и фруктов. Магазины «Плодородие» на Комсомольском проспекте 47 и Воровского 49. В прошлом выпуске мы рассказывали о способе прививки томата на томат. Делается такая манипуляция для того, чтобы одно растение получило удвоенную корневую систему. Я поставила эксперимент и к концу сезона хочу выяснить, так ли необходима такая прививка растения. Если вас воодушевил наш сюжет и удалась прививка на томатах, можете провести еще более смелые эксперименты. И вам в помощь пример британских фермеров, которые, ну кто же еще мог это сделать, стали выращивать томатокартофель. То есть растение, которое способно давать как урожай томатов, так и несколько кило картошки с одного куста. Это не чудо генной инженерии или селекции. Это растение появилось в результате прививки. Англичане просто взяли куст картофеля и привили на него куст томаточерри. Если судить по фотографиям, опубликованным в интернете, урожай просто потрясающий. И помидоры прекрасные, и картофель отменный. И, кстати, появились затейники в России, которые повторили успех британцев. Привили, вырастили, собрали. Если хотите, чтобы вам все соседи завидовали, а зеленая передача приехала в гости и прославила, дерзайте. По традиции летом садоводы затевают строительство. Вот и герои нашего следующего сюжета начали строить большой дом на своем участке. Но так как этот этап может затянуться надолго, они предусмотрели и комфортный временный вариант для проживания и отдыха. Знакомимся. Олеся, молодой садовод и обладательница земельного участка. Земля приобретена совсем недавно, и сейчас семья нашей героини занята масштабным строительством комфортабельного коттеджа. Однако Олесе с мужем нет нужды ютиться в наспех сколоченной сарайке. Тщательно изучив различные варианты, новоиспеченные земледельцы приобрели мобильную конструкцию – бытовку, совмещенную с банькой. Очень нужная и полезная вещь оказалась. Это бытовка. Так как мы приезжаем сюда, живем в городе, но иногда хочется отдохнуть здесь, все-таки погода позволяет, мы здесь остаемся. Очень удобно, когда это идет в комплекте. Так как непосредственно в бытовке мы можем переночевать, а в бане мы можем помыться, попариться, смыть эту всю усталость, которая накопилась за весь день. Так как пока мы строимся, это, безусловно, очень удобно. Не будем проникать в жилище и ставить молодую семью в неловкое положение. Мы уже знаем, что производитель изготавливает мобильные конструкции из деревянного бруса. В обязательном порядке используется утеплитель, так что пользоваться строением можно и в зимнее время. Баня оснащена по всем правилам, обшита евровагонкой из осины. В комплектацию входит печь, полог и приступок. Словом, устанавливай и сразу топи и парься. Но у наших героев особый случай. Их конструкция проверена несколькими годами эксплуатации. Дело в том, что семья Олеси приобрела бытовку с бани, так сказать, на вторичном рынке. И по словам нашего эксперта Ольги Ловчиновской, такая ситуация в современных условиях не редкость. Люди построили дом, о котором мечтали, а мобильная конструкция нашла новых хозяев. Она предыдущим хозяевам отслужила около шести лет. То есть люди построились, люди приобрели также участок, построили великолепный дом. И вот эту конструкцию они продали вот этой семье. Я настолько рада за эту семью, потому что они, приобретя участок за большие деньги, малыми силами обошлись, приобретя именно вот этот комплекс. Баньку и бытовочку. То есть им настолько это комфортно, быстро и надежно продали. Буквально за один день они приобрели у себя, поставили у себя на участок вот эту замечательную конструкцию. Мы знаем, что некоторые садоводы находят применение мобильным конструкциям и после завершения строительства настоящего дома. Бытовку, к примеру, можно приспособить под домик для гостей, под хозяйственный блок. А можно порадовать новую семью, предложив ей удобный комплекс для проживания и отдыха. Есть грибы-хищники, которые охотятся на червей нематодов. Растение выставляет ловушки из колец мицелия. Когда червь касается природного капкана, он прилипает, а грибница окутывает его своими нитями. Споры грибов могут прорастать внутри живых организмов, поэтому существует так много грибковых заболеваний, которым подвержен человек. Деревообрабатывающая компания «Облик». Мобильная каркасная баня под ключ от 94 600 рублей. Бытовки от 36 000 рублей. Деревообрабатывающая компания «Облик». Телефон 223 1588. И в продолжении темы строительства выбираем подходящий материал. Изучаем в нашем обзоре материалы традиционные и современные. Когда-то старый добрый кирпич был настоящим прорывом в строительной индустрии. Теперь никто не сомневается в достоинствах кирпичного дома. А вот материалы 21 века требуют дополнительного изучения. Проведем несколько тестов и выясним, на что способны кирпич и блок полистирол-бетона. Первый тест. Падение с высоты. Кирпич – материал деликатный и не предназначен для полетов с 5-метровой высоты. А вот новоиспеченный конкурент легко справляется с этой задачей. Очевидная прочность полистирол-бетона не мешает ему быть податливым. В этом он ничем не уступает древесине. А значит, следующее испытание для нашего блока будет легким. Разумеется, с кирпичом такие манипуляции проводить бессмысленно. Упрямый материал только сломает дрель или пилу. Подстирол-бетон просто в обработке, легко пилится ножовкой. В отличие от дерева, блок не впитывает влагу, не гниет, не плесниет. Как раз следующий тест поможет нам узнать, насколько эффективно наши стройматериалы борются с водой. Торжественное утопление кирпича длилось недолго. А вот полистирол-бетон так просто не сдался. Мы подошли к самому горячему тесту. Испытание огнем имеет глубокий смысл. Чем больше блок остается холодным с другой стороны, тем лучше. Ведь низкая теплопроводность – одно из главных требований к стройматериалам. Благодаря низкому водополгощению материал имеет высокую морозостойкость, не сгораем и не выделяет ядовитых газов. По результатам наших тестов стало ясно – новый материал взял только лучшие качества от дерева и камня. Он и в огне не горит, и в воде он не тонет. Получается, что конструкция из полистирол-бетона гораздо легче в сравнении с кирпичом. Это снижает расходы на кладку, транспортировку и затраты на возведение фундамента. Грибы – источник белков и витаминов, но совершенно не содержат холестерина. Многие представители вида также вырабатывают галлюциногены. Этим свойством пользовались колдуны и шаманы, вводя себя в состояние транса. А воины-викинги готовили настойку берсерка, благодаря которой рвались бой и не чувствовали боли. Полистирол-бетонные блоки по приятным ценам от компании «Полистрой». Заказ на блоки принимаем по телефону 89222-303-323 или 262-5849. Мы доставим полистирол-бетонные блоки по вашему адресу. Возможен расчет на месте при получении товара. Действуют скидки. Заказывайте блоки по телефону 89222-303-323 или 262-5849. Одежда ведущей предоставлена магазином итальянской одежды «Прима Эмпурио». ТРК «Горки», первый этаж. Планируете заказать памятник? Оформите заказ в компании «Данила Мастер» до 16 июля и получите скидку 20% и портрет бесплатно. «Данила Мастер» — это надежный российский производитель. Бережное отношение к каждому заказчику. Срок изготовления памятника — две недели. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Домашний Челябинск». Не успели посмотреть выпуск в эфире? Заглядывайте на наш сайт telefak.ru и помните, что наше дело зеленое. Мы победим!